Давай, беги! Пойдем, давай! Начинать празднование Дня нефтяника с легкоатлетической эстафеты в Сургуте уже стала традицией. Участникам предстояло преодолеть около трех километров. Трассу, как и прежде, проложили по участку Егорского тракта. В этот раз она оказалась сложнее, чем годом ранее. Вмешался ливень, который прошел незадолго до старта. Дистанция, ну сегодня вот дождь нас чуть-чуть подвел. На поворотах было скользко, многие падали, видели. Мы ничего, справились. Главное, командный дух и вера в то, что мы победим. Все в равных условиях. Главное настроиться, главное подготовиться. Главное бежать и верить в команду. На старт вышли 36 команд. В общей сложности со спортивного забега День нефтяника начали более 250 человек. В числе фаворитов пять сборных, которые и повели борьбу за медали. Ну, как всегда, у нас Уфсинка очень такая серьезная команда. Федоровская нефть, Попсомолка, ниже Сартыем. Поэтому, ну, Сартыем сегодня был такой тоже в ударе. Уфсинка, как всегда, в первых числах. На финише трехкилометрового отрезка не было равных сборной команде Уфсинк. Управление по внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа выигрывает легкоатлетическую эстафету четвертый год подряд. Традиционно принимаем участие, традиционно выигрываем. Готовились, ну, по мере возможности, после работы, во время выходных, кого-то освобождали с вахты. По дистанции ставим уже где-то лыжников, где-то футболистов, где-то легкоатлетов. Если легкоатлетов не хватает, вот, заменяем футболистами. Ну, в этом году все сошлось. Всех, видимо, правильная расстановка, поэтому удалось выиграть. В рамках эстафеты команды боролись не только за места в первой тройке, но и за турнирные очки, которые пойдут в зачет комплексной спартакиады с Ругуднефтегаза. Эстафета прошла в два этапа. Лучшие сборные, стартовавшие после основного пилотона, в следующем году получат шанс пробежать в элите. Первые 20 команд, которые бегут вперед, первые. А следующие 20, они уже завоевают на следующий год, чтобы бежать в первые двадцатки. То есть они вот именно место себе завоевывают, своими участками. Спартакиада компании Ругуднефтегаз после летних каникул возобновилась. Впереди у сотрудников соревнования по настольному теннису, шахматам, гиревому спорту и мини-футболу. Лучших наградят в декабре на традиционной церемонии спортивная элита. Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости.